Добрый вечер всем еще раз! У нас последний решающий матч данной Best of 3 катки. Команда Can Say Whips против Invasion Sports. Это полуфинал GSC Cup и... Рубка кровавая за 3000 долларов ожидает нас в финале. Там уже Team Malaysia ждут своих прямых оппонентов, а Team Malaysia это бывшие оранжи, и это ой-ой-ой, как сильно. Так вот, Can Say Whips могут сотворить маленькое чудо, как по мне. Они все время идут в турнирной сетке в плей-оффе с поражения 0-1. Постоянно сливают первую игру, а потом две игры выигрывают. И сейчас продолжение этой истории. Can Say Whips первую игру Invasion Sports проиграли, вторую вытащили. Причем очень уверенно и сильно. И сейчас я ожидал сумасбродный пик, и сумасбродство у нас пока что только лишь рак. Я думаю, удивит нас последний пик. Вполне может быть, что появится у нас Тинкер для Can Say Whips. Вполне может быть. Вполне. Либо Тинкер, потому что... Квопа у нас в бане, Шторм у нас в бане. Причем Can Say Whips туда и отправили. Ну, я честно говоря... А, Тинкер не может появиться. Invasion забанили Тинкера. Трусы. Трусы несчастные. Увидите кого-нибудь из Invasion, бросайте в него поролоновые мячики. Can Say Whips последний пик. Мид, кто это будет? Ну, я думаю, что Мид. Хотя Invasion и Sports подумали, что там саппорт еще один нужен. Тролль Варлорд, по всем моим пониманиям, отправляется фармить легкую вместе с Лешраком. А Феникс с Бэтрайдером могут идти на сложную. Бэтрайдер фармит, а Феникс саппортит. А потом Бэтрайдер уходит в лес, и Феникс продолжает набирать левел в соло на лайне. И вот, как мне кажется, мидера вообще не хватает. Хотя, может быть, Invasion думает, что там Лешрак отправится на мидлейн. Со стороны команды Invasion, Виндрэнджер, скорее всего, будет стоять на мидлейне. Дроуррэнджер отправится фармить вместе с Вингой Трэнд Протектором, и Бэтсмастер для Гёста пойдет в сложную. 14 секунд для Кэнси Вэйпс. Ну же, ну же, ну же, кто там будет? Ну, ставлю ставку на мидлейн. Хотя и увидеть того же Лешрака в миде было бы приятно. Бэйн для Кэнси Вэйпс. Значит, что-то знает команда Invasion и Спортс. Даже немного удивительно. Wedding Crash для Тролл Варлорда. Туди на Бэтрайдере в сложную. 343, Феникс, Саппорт, Чейнс. На Лешраке фармит. И Бэйн... Бэйн у нас для Икса, как я понимаю. Да, все, в принципе, нет. Подождите, Икс. Я уже перепутал. Я перепутал весь этот азиатский дивизион, кто там за кого играет. По-моему, Икс у нас за Invasion играет. Так, со стороны команды Invasion и Спортса. ДТР берет себе тренд протектора. W. Tiff будет фармить на Дрор. Рейнджер Геос отправляется на Бестмастере в сложную. Ну и ВР-ка, как я вижу, в мидлейн. Ну и Венжифул Спирит Саппорт. Пожелаем удачи обеим командам. Да, Икс все-таки за Invasion играет. Немножко меня поднакрыло. Гоу Дот забирает себе Бэйна. Бэйна, Бэйна. Ну, честно признаться, топлю за Кенси Випс. Вот просто симпатичен мне стиль их игры. И то, что они делают. И сумасбродные вещи, которые они иногда придумывают. И то, как они реализовывают свою игру. Собственно, свою стратегию тоже мне вполне импонирует. Хотя ВР-ка в мид, это интересно. Это вроде бы необычно. Здесь, конечно, Лешрака бы в миде посмотреть против ВР-ки. Вот бы веселье было. Но, наверное, не выстоит. Я думаю, Вейдинг Крэш получше с тем вопросом справится. Хотя и фармящий Лешрак на легкой линии, в окружении двух саппортов, тоже было бы зрелищем примечательным. И забанили, кстати, Шадоу Демона как раз под страту с Лешраком. Поняли, что Леший будет фармящим. И Шадоу Демон самое оно, в принципе, было бы. Ну, Бейн та же история. Просто у Бейна подороже стоят скиллы. Найтмейр тут вообще невероятное количество. Маны почему-то стоит. И вот этот Найтмейр будет как раз под под Сплит Эрс от Лешрака. А там уже дальше по ситуации будет действовать команда Кенси Вэпс. Ястреб уже у нас разведывает всю территорию. Команда Инвэйжн по своему лесу летает. Вдруг кто куда придет. Ну, по-моему, увидели у нас студий на сложной. Ну и пока на руну не спускается команда Кенси Вэпс. Точно так же к руне не подходит у нас коллектив Инвэйжн. Вэрку пробушили на два танго. И нул талисман для фарма. Венжи Фулл Спирит. Все тут по саппорте. Бестмастера танго и Квилинг Блейд. Это все для, я так понимаю, спаунов крипов. Чтобы быстрее отходили, чтобы легче было фармить. Ну и чтобы легче было делать мультиспауны. Встречаются на реке 4 человека команды Инвэйжн. Кроме, все, кроме Бестмастера. Ну и 4 человека команды Кенси Вэпс. Только они отсюда отходят. Позиция повыгоднее у Инвэйжн. Бестмастер забирает на топе руну. А на нижнем лайне руну забирает Вэрка. Полностью отжали все руны игроки команды Инвэйжн у коллектива Кенси Вэпс. Ну что, крипы вышли, подошли друг к другу. И, собственно, начинается шоу. Фармящий Бэйн. Ой, фармящий, точнее, лишь рак и саппортящий Бэйн. Что такое? Гоудот уже двух птиц убил. Какой-то фитфест от Бестмастера. Бист у нас занимается мультиспаунами, насколько я понимаю. Сейчас узнаем. Вообще, по каким канонам вот это можно назвать кабаном, я, честно говоря, слабо себе представляю. Максимум померанский шпиц. Выходит с топлейна. Не подставляется Бист. Я, так понимаю, в курсе он, что его ожидает на лайне. На лайне его ожидает полное вообще изнасилование. Там, через Найтмэр и через Эрс, через Сплит Эрс очень быстро разбирается Чейн. Разбирается Бестмастер. И Чейн, понятное дело, фраги имеет, имеет и еще раз имеет. Но это, опять же, если Бист подставится. Солу Ринг лишь рак себе собирается приобрести на случай ближайшей драки. Ну, Бестмастер просто-напросто не должен появляться вообще на лайне. Без топоров Бестмастер пока что потому что первый левел это неудивительно. Надо хотя бы как-то второй себе насобирать. Ну и нормально. На стаки внимание полностью обращает. Уже будет трипл спаун. Легко делать отводы. Да, до свидания, трипл спаун. Голдот просто решил постоять. Заблочил спаун. Поняли, где Бист отправили Бейна. Посмотрите, какой же хитрый этот Бейн. Единственная вообще радость в жизни Бестмастера отнимает. И тусуется. Есть тапок у него 365 мувспида. У Бестмастера 310. Вообще не по шансам даже близко догонять. Но Бест с двумя кабанами отправился в лес. Получил клайпа Турсы. Желание пропало. ВР-ка цепляет у нас Свидин Крэша. Сликс на миде 15 на 5. У Тролль Варлорда 7 на 0. Вообще по лайнам давайте пробежимся. Может у кого-то что-то имеется или что-то вообще интересное у нас на лайнах кроме Бестмастера, который вообще без линии. Которого нет шансов даже на... Ну вот Голдот отсюда не уходит. Не собирается вообще уходить. Чуть кабану сейчас развалит лицо. Все, забирает кабана. Спауну заблочили. Какой Курьер знатный, а? Это кто вообще такой у нас? Где ты? Полетел, а? Красавчик. Капитан Америка, как я понимаю, только своего. Это Вичи Гейминовский, если не ошибаюсь. Да, это Вичи Геймин Курьер. WTF на Дроу Рейнджер 12 на 6 Крипстат. И тут, кстати, Сликс вообще равных себе не видит на Мидлейне. 9-10 на 0 у нас у Веддин Крэша и 23 на 9 у ВР-ки. Какое-то экономическое изнасилование Тролль Варлорда. Пятый левел ВР-ка, даже половина шестого уже имеется. У Тролля та же история, только еще пятого нет. Тоже на половине четвертый левел. Игра пассивная, ФБ не было и в ближайшее время неясно, будет или нет. Бэтрайдера 8 на 4 Транквилы имеются у 3-4-3. На Фениксе тоже Транквил немножко совсем осталось у Тролль Варлорда на Мидлейне. Какая неприятная ситуация для Вейдин Крэша. Боттл и Пурмэн Шилд. Больше ничего вообще у Виндрэнджер. В это время Боттл, Нол Талисман, Бутс оф Спид и даже 2 Эрн Брэндж вместе с 3-мя Танго. Сликс нормально себя здесь чувствует. Через Виндран Тролль Варлорд ничего толком в Эрке не делает. До появления МКБ понятное дело. Ну и опять же обычный МКБ у нас на Троллях не появляется. Значит и в Лейте. Верка всегда сможет от Тролля от любого героя, который бьет с руки уйти. Бесмастера второй левел только-только вот собственно недавно получился. 5 минут сыграно. Второй левел Бист это печаль. Это полная полнейшая печаль даже. Тем же Кабану можно было чекать здесь ситуацию и смотреть есть ли Гоудот или нет Гоудота и попытаться как-то линию к себе перетащить, чтобы под Таурами заработать хоть какой-то левел. А так у нас шестая минута идет и у Бесмастера провал полнейший по фарму, по левелу да по всему на свете. Верки появляются уже фейсбутс. Надо только принести. Что дальше будет с победим крэшем даже не знаю. Тут экономическое изнасилование перейдет вполне себе реальное. Тренд протектор кстати не реализован вообще ни в какой мере. Я так понимаю левенорморы где-то там капают но это тоже все не очень. Хотя в один крэш еще неплохо так огрызается. Винранд подрубила у нас ВРК и обратная реакция. 3-4-3 на Фениксе просел по ХП отсюда уходит. Без фрагов. Все еще без фрагов. Нижний лайн для команды Инвейшн. Полностью в принципе за W-TIF никто подойти не может. 31-32 на 10 у Лешрака 44 на 20. По фарму Чейнс себя великолепно чувствует. Четвертой молнии сплитеос на всякий случай тоже имеется. Ну что можно в принципе попробовать где-то там на 8-м левеле диаболики качнуть и пойти снести тавер. Фарм у Чейнса очень простой быстрый опять же нет Бестмастера значит можно пушить. Бест не придет сюда 7-го левела Лешрак и Бестмастер по-моему второго до сих пор. Нет третий левел у нас у Беста что толку от второго кабана и второй птицы непонятно. Когда Чейнс тебя разберет вообще под орех очень быстро. Уэддин Крэш до сих пор нет фейсбутсов а можно бы уже и перенести 900 по золоту есть да все 2 блейдс в атак приобретает и Курьер потащил. В это время команда Инвейджен на нижнем лайне пытается выковырять Тауэр но что-то у Кэнси Уипс плохие дела на мидлейне правда топ выигран полностью и Гёст абсолютно за бортом на данный момент находится. Лешрак Диаболик их вкачал просто леший слушает по моему мой стрим и по моему стриму все решения принимает. Диаболик все-таки вкачал на восьмом левеле в единицу и пошел спушил Тауэр. Спасибо большое Чейнс воплощаешь все мои несбывшиеся надежды в жизнь на серьезную профессиональную доту и руководство персонажами на проф уровне. ВРка тысяча по золоту после фейсбутсов но у талисмана и батла. Где ФБ? Что происходит? Восемь минут. Тут по очкам в доте не выигрывают. Надо убивать. Надо что-то делать. Надо зарабатывать фраги. У Чейнса кстати 1750 на руках. Через молнии все это пачка очень быстро забирается. Плюс в безопасности находится у нас Лешак относительно и кулдаун невероятно маленький на Лайтнингсторме. Еще один прокаст и все. В принципе денег дополнительных капнет у нас Чейнсу. Приобретает себе Пойнт Бустер Лешак готовится выйти в Бладстоум. Ни на один из лайнов никто не появляется. Дополнительный кто мог бы вообще какой-то фарм или фраг организовать у нас. Тренд протектор где ты по ХП вообще проседаешь? Ты же в файтах не участвуешь. Какая-то теневая игра у нас сегодня. Никто нигде ни с кем не дерется но все почему-то без ХП и у всех проблемы с фармом. 13-0 Бистмастер бедняжка пятый левел на 10-й минуте еле-еле. У Бэйна 1000 по золоту. В принципе уже можно грейдить тапок. У Бэтрайдера 1100 отправляется в собственный лес. Кто там на сложной? Феникс. Ну собственно как и думал. Феникс в итоге у нас остается на лайне. Бэтрайдер перемещается в лес. У Туди все для этого имеется. Третий файрфлай второй напалм. Так Вейден Крэш у нас пытался зацепить Сликса и собственно как и ранее было Венран включает у нас Сликс и моментально попытки Тролля забрать у нас Митера команды Инважен отваливаются. Тренд протектор перемещается на топ просто получить Экспириенс. Ну и уходит сразу оттуда. Неприятно ему. Где у нас Лешрак? Девятый левел у Лешрака. Да. ДТР стоит здесь и готовы я так понимаю выйти сразу на даблу команды Кен Суипс. Под смоком Венжи Фулл Спирит. Нигде у нас файтов больше нет но скорее всего да. Файты только здесь будут. Можно попробовать Чейнса поймать. Это самый лакомый кусочек вообще для команды для команды Инважен может быть. Чейнса должны разваливать. Разваливают Чейнса. Ну и сыпется потихонечку команда Инважен. Потеряли ХП. Потеряли Венжи Фулл Спирит. Гоу Дот гонит дальше у нас АДТРа. Один в один пока размен. Ну и все. И все. Но главное это что для команды Инважен Ферст Блад случился. Лишь рака забрали еще и самый я же говорю самый ценный персонаж в составе команды Кен Суипс. По золоту австралийцы у нас полторы тысячи выигрывали. Теперь всего лишь тысячу. По экспириенсу до двух тысяч их преимущество спустилось. Но то что фармили они лучше это факт это все в принципе учитывая Бестмастера который отправился в никуда со своего лайна там собственно пофармить толком толком не получилось совершенно ни Эншентов ни Лес и ни свой Лайн. Где где-то все-таки седьмой там шестой седьмой левел себе получил теперь более-менее кислорода далее у нас Геосту отправляется на линию фармить. Нет опять бежать опять бежать за ВРкой. ВРка у нас Даггераут Туди цепляет ВРку в лосо и туда же Финс Гриф. Вообще ничего не жалеет у нас Лавин Рейнджер. 2-1 Кенса Уэпс впереди и дальше бегут у Троля есть дабл дэмэдж. Феникс через Икарус Дайв на ДТРа. Подожгли всем чем можно было поджечь. Чейнс уже здесь. Диаболики 2-ой можно будет на Тавер выйти. ДТР вряд ли сюда подойдет. Зевса здесь не хватает. Можно было бы сразу разобраться с Тренд Протектором. В это время на Мидлейне команда Инвейджен забирает Тавер ну и на нижнем лайне Кенса Уэпс ковыряет Тавер. Диаболики включили. Ульта от Тролль Варлорда и Гол Дот умудрился под всем этим сумасшедшим дэмэджем от двух игроков от Троля и от Лишака забрать Тавер с руки. Даже удивительно. Чего вы пристали в чате к пацану? Пусть пообщается немножко. Сколько там радости в жизни кроме как в чате подосрать. Дрорейнджер уже приобретает себе ПТ Масков Мэднес и Рейс Бэнд. В принципе денег практически хватает на Яшу. Совсем немного остается. Но на Блейд и Флаккарте уже есть. Осталось 300 до рецепта. Выходит в это время команда Кэнсу Випс на Рошана. И Инвейжен представление так точно имеет. Где там Ястреб здесь? Ястреб в принципе Вижен давал. Прекрасно все понимают. Курьер у нас Яшу уже это приносит к Бэдинг Крэшу. Дайте же Курьеру донести Яшу. Скромничают. Не дают. Не дают Курьеру принести Яшу или дают. Да, все-таки Яша уже прилетела. Зацепили у нас Гёста. Гёст уходит у нас по огню от Бэтрайдера. Да, Гёст у нас не выживает. Хотя перед смертью еще и Промалрор в Голдоте. Но это все абсолютная бесполезность. Кэнсу Випс своей стратегией в принципе задавили двух-трех игроков команды Инвейжен. Забрали быстренько два фрага и продолжили делать то, чем занимались ранее. Тролля Блейд оф Алакрити. Мне показалось, что там вроде как Яшу несли. Но это видимо кому-то что-то другое приносили. У Бэтрайдера даггер имеется и Форс Став уже пора бы Тудин начинать собирать. 750 на руках. Тролль Варлорда. Рецепт на Яшу. Ну вот, значит в Стэше все-таки был рецепт. Я думал уже фуловая Яша. У Тролля была у Феникса. 800 на руках после Урнов Шадоуз. Транквил Бутсов. Ну и Гловс оф Хейст для Мидаса. Еще собирать в принципе долговато. 700 с копейками. Ну команда Кенсу Вейпс отправилась в собственный лес. Они зажаты на своей половине. Непонятно собственно конечно почему но в принципе здесь есть чем заняться. Зажаты не столько команда Инвейджен сколько желание приобрести необходимые артефакты. Бэтрайдер может продолжить у нас фармить лес за счет Файрфлая. Никто пока ему не мешает. Форс Став не будет лишним. Для Туди это точно. Как там дела у Чейнса? Уже есть Бладстоуны. В Бладстоуне два дополнительных заряда. Чейнс по фарму на первом месте. 6500 он заработал. 6350 для ВРки. Виндрейнджер уже есть поинт бустер. В Курьере пока ничего. Блинк Даггер там же. Фейс Бутс Боттл и Нул Талисман для ВР. Готовится выйти в Аганим. Аганим реально классно у нас ВРку бустит. 100% дэмэдж с ульты. Это действительно важно и хорошо. Ну и я думаю ВР в итоге в какие-то вспомогательные артефакты типа Мэйл Штрома выйдет у нас. Тоже наверное не будет лишним. Сликс отправляется на собственный фонтан. В это время команда Кенси Уэб съедает Тауэр на мидлейне. Его гёст бесит. Ребята, что же вы творите, а? Такие профессора, я не знаю, транскрипция английского прочитайте, базовую какую-то школу по-английскому пройдите, купите в конце концов кассету Илоны Давыдовой. Она расскажет там где как произносится. Произносятся гласные в закрытых слогах, как произносится J.H. Друг против одно после другого. Поэтому лучше не нужно в чате показывать степень своей некомпетентности. Чейнс уже с диаболики провязал и Тауэр по миду падает. Всё, внешних Тауэров на мидлейне не остаётся. Остался Т2 внизу, остался Т2 вверху. CSW давят. И они хорошо дерутся, у них уже имеются необходимые артефакты для драк. Бистмастер здесь в принципе вообще никуда, я так понимаю. Никак не подходит команде Invasion, он просто не реализован на 100%. Его байтят в любом, вообще его катят в любом файте. Если даёт Primal Roar, то перед смертью врывы от Invasion пока что невозможно. Ну и вот собственно подтверждение, почему это и объяснение, почему так не случается. 5 с лишним Cancel Whips выигрывают по золоту и 7500 они выигрывают по экспириенсу. Напали у нас на Wedding Crash'а. Шейкл очень классного с Лейкса привязали, разобрали. Хорошо. Ответ уже неплохой. Invasion и Спорт забрали у нас мейнкерри команды Cancel Whips. Мидера правда, да, тут мейнкерри у нас Лешрак, Лешрак ещё где-то там заденаялся, как я понимаю, да, 8 зарядов у Лешего в Бладстоуне. Отправляется на нижний лайн, лайн Boots of Travel есть, поэтому можно быстро пушить лайн. Диаболики плюс пульс снова, которая быстро крипов сносит вместе с Lightning Storm и куда Чейнс побежал-то? Побежал на Т2, как я понимаю. Зачем было сюда прилетать? Непонятно. Просто для того, чтобы пешком потом на Т2 на топе бежать. Да, это фейл 100% от Лешрака. Вообще не тратит время, просто несётся. Понятно, почему несётся, потому что здесь готовится драка. Ну и всё, и зачем? Уже не надо, Лешрак. Спасибо. Спасибо, что быстрый. Пошёл у нас Феникс пытаться хотя бы кого-то гнать. Туди Напалмом поливает у нас АДТРа. Всё, Overgrowth пошёл от Тренд Протектора и команда Invasion забрала Тауэр, забрала Т2 на топе и ушла отсюда. Нереально нелепый мув от Лешрака. Полететь на Boots of Travel на нижний лайн, забрать там пол пачки крипов и пешком бежать на топ лейн, посмотреть, как падает твой Т2. Круто. У Draw Ranger в это время уже имеется 210 с руки, Mask of Madness, Яша, скорость атаки должна быть достаточно быстрой. Две с копейками у нас для дровки. Я думаю, WT будет выходить в даггер. 20 минут сыграно. По золоту Кенса и Вебс теряют две с половиной, не две с половиной, да, где-то тысячи полторы своего преимущества и по экспириенсу вроде как ничего не потеряли. Ну да, там за счет Тауэра деньги заработали игроки команды Invasion и Sports. Бестмастера 1300 на руках, Баклер имеется. Не знаю, кстати, Бест что-то как-то замедлил покупку Мекки. Будет ли это она или есть у него какие-то предпочтения касательно того же даггера. Возможно, отложит пока сбор Мекки до появления даггера, а дальше уже продолжит собирать данный артефакт. Но не факт, что без Мекки вообще у него может хоть что-то получиться, потому что разбирают пока что команду Invasion очень быстро и раскасту от Кенса и Вебс достаточно, ну не знаю, бёрст дэмэдж полнейший. Всего предостаточно, ну там это 3-4 секунды, в принципе, максимум по времени, что необходимо кенсе Вебс, чтобы стереть команду Invasion. Тренд протектора 2-100. А ДТР тоже, скорее всего, спит и видит, как даггер будет с собой носить. У Бестмастера 1750. Отправились вдвоём. Два друга, которые собираются купить себе по даггеру, пошли вместе фармить вражеский лес. Это может очень плохо закончиться. В принципе, по экономике такенсе Вебс получше себя чувствует, по экспириенсу тоже. Ну и по артефактам всё, что необходимо появиться, уже появилось. У Бэтрайдера имеется даггер, есть форстаф, есть точно так же гем, поэтому ловить у нас АДТР можно. Где-то нарваться на Бэтрайдера, но эта проблема полнейшая будет для тренд-протектора. Продолжение следует... На нижнем лине Дроу Рейнджер, есть уже Мант Остайл, а вот куда у нас Бэтсмастер отправлялся. Бэтсмастер отправлялся у нас в Хэнд оф Мидас. Вот так решил Гёс справиться с данной ситуацией. У Венжи Фул Спирит уже есть Медальон, уже есть Транквил Буцы, у ВР-ки как там дела обстоят. Есть Аганим, Даггер, Нул Талисман, Фейс Бутс. Тоже по дэмэджу вроде все хорошо, но какая же у нас пассивная игра за 24 минуты практически у нас всего лишь 10 фрагов. ФБ отложился на тысячу лет и дальнейшие какие-то масс-файты тоже у нас откладываются. Теперь Бист, я думаю, Мекку все-таки дособирает. Все для этого имеется. Надо, я думаю, забить на этот Даггер. Даггер есть у кого, есть кому врываться и есть кому всех стопить. Транпротектора Даггер есть. Опять же, Овергроу свое дело сделает, там Бист сможет и пешком успеть подойти. У Эдинг Крэша уже имеется Огр Клаб, готовится выход, как я понимаю, в Блэк Кинг Бар. Сэн Джин Яша, Мордип Маск, Фейс Бутс и Стауч Пурмен Шилд. Фарму Тролль немножко совсем отстает от Слекса. Чуть-чуть. Хотя, до этого, конечно, отставание было грандиозным, но здесь сократил как-то. По фарму WTI всех опережает, 11200 у него, ну и 11190 у Лишраката. Небольшая разница, конечно, но что примечательно в данном положении вещей, это то, что Дроу Рейнджер отставала, причем отставала существенно. На Рошана выходит команда Кенси Уипс. Сликс, сразу же ульта у нас Бэтрайдера, Бэтрайдер выкупается, потому что там сейдгем все-таки. Инвэйджин, сильно битые, но живые. Лишрак, где Лишрак? Ходит у нас горит Лишрак, забирают сразу же Бестмастера. Лассо пошло у нас от Туди, Овергролс, но все стоят и горят. Вот это я понимаю развал от Кенси Уипс. Тим Вайп, Чейнс, бегал-бегал, добегался. Бэтрайдер забирает свой гем, оно действительно того стоило. Байбэк, по-моему, был от Феникса и от Бэтрайдера. Да, все верно. Вроде бы два байбэка, но при этом еще 834 выиграли. И по экспириенсу 6200 поднимают в данном файте Кенси Уипс. 512. Еще и Роха для них упадет. Короче говоря, файт со всех сторон великолепный был для них. Что там по зарядам? Лишака 13 зарядов в Бладстоуне, 1800 есть уже. До БКБ остается там 1000 с копейками. Ну все, пошел сносить Тауэр. Диаболики включил, пошел сносить Тауэр. Глиф провязал команду Инвейджин. Будут ли дефать, пока непонятно. Но можно переместиться всем вместе на Т2 по нижнему лайну. А можно, в принципе, ничего не делать. Лишак у нас с Даггером и упрыгивает отсюда как можно быстрее. Прилетает АДТР. Даггер есть. Правда, смысл врываться, когда ты слабее. А игроки команды Инвейджин действительно слабее. Вейдинг Крэш уже имеет БКБ. Есть у него Сэнджин Яша, Фейсбутс и Мордип Маск. Ну и все хорошо у тролля Варлорда получается сейчас. Кстати, Чейнс в последнем файте нормально так денег поднял. На 2000 опережает Дабл Ю Тифа. Дровый Рейнджер какая-то несчастная, честно говоря, на 27-й минуте. Манта Стайл, Маск оф Мэднес и вот Огр Клаб это все, что есть. Хотя вроде и топ-2 на карте по фарму. Лишрака. 3000 по золоту. Этот Огр Клаб превратится сейчас в БКБ. Что делать с Лишраком толком непонятно. В принципе, да, здесь есть Бистмастер, здесь есть и Тренд Протектор, но какого-то дэмэджа типа Станов от Винги или ВРка со своими павершотными шейклами все это отходит в никуда и Лишрак будет бегать, бить, бить и бегать. У Троля, в принципе, для Доминатора это все есть. Ведин Крэш до сих пор бегает с голой Мордип Маск. Прилетает БКБ Лишраку. Тролль Варлорд тоже, по-моему, да, ни разу не юзал у нас еще БКБ. У Лишрака Блэк Кинг Бар новый. У Бэтрайдера вот Блэк Кинг Бар наверное тоже был бы не лишним. У Туди 2000. Хотя и Шиву Туди собрать тоже было бы весьма полезно. Бестмастер после, после, после Мидаса покупает себе Мекку. Все, Мекку собрал Геост. У Дровки есть Огр Клаб. Тоже собирается выйти в Блэк Кинг Бар. Тут действительно есть, что по ИВ идти. У команды Кенси Вэпс побольше раскастов. Особенно таких, которые не бьют сквозь БКБ. Вот поэтому, поэтому действительно и Найтмэр тот же и Брейн Сап, который действительно очень сильно у нас Дров Рейнджер под Момом надамажит. Ну и Финс Грипп тоже хотя бы чтоб не дамажил Дров Рейнджер. То, что цеплять будет понятно там абсолютно плевать. Финс Гриппу есть ли БКБ у человека или БКБ у человека нет. Ну что, игра пассивная. Игра супер пассивная. 17 фрагов за 29 минут. Это не идет ни в какое сравнение прошлому матчу и позапрошлому тоже. Команды понимают, что на кону выход в финал и ошибок делать нельзя. Да и при этом, кстати, ошибаются. Просто слишком долго тянут до того момента, когда сделают свои ошибки. 5-12 по золоту Кенси Випс выигрывают 5 тысяч. По экспириенсу они выигрывают 11 тысяч. Но все жду. Продолжится ли у нас тенденция австралийского коллектива проигрывать первую игру в серии Best of 3 и выигрывать две следующие. Посмотрим. Возможно, так и будет. Пока что они все для этого делают и большинство из того, что они делают у них получается. Инвейджин, мягко говоря, проседает. Верки 2700. И самое проблематичное в данной ситуации это то, что Кенси Випс при наличии преимущества не пушат, не давят, не навязывают драки коллективу Инвейджин и Спортс. А это нужно делать вот хотя бы такой выход. Пошел у нас студия. Высвапывает Вингу. Сразу же развалили Wтифа. Винга тоже у нас скорее всего здесь догорит. Ну что, минус 2. Минус 2 на ровном месте. Ну так идите сносите хайграунд. Чего ждать? Мы собрались на нижнем лайне. На топ никто там особенно пушить не идет, а ДТР там сам ничего не пропушит. Ну команда Кенси Випс отправляется по нижнему лайну поближе к хайграунду. Диаболики есть. 14 зарядов в Бладстоуне. Манореген 23.5. Всего достаточно. Уже широка 10 секунд БКБ. Бегай и гори. И пусть вся команда Инвейджин бегает и горит. Все, Диаболики включили. Глиф провязали Инвейджин. Все в пятером здесь. Врывается у нас Туди. Как же далеко Туди у нас залез, а? Через Форс Став АДТР Райдер. Там никто его не подтолкнул больше. Я, кстати, не увидел возможно ли это есть ли у кого-то. Бейн вроде не юзал у нас Форс Став хотя может быть и Бейн тоже провязал Форс Став там прыжок феноменальный был. Забрали Т3 на нижнем лайне поменяли кстати вард игроки команды Инвейджин на вот такой вот не вард а Тауэр на вот такой вот вард и все собственно правда этот вард не дамажит вижена толком для инвизеров не дает короче говоря неравноценная замена Тауэру 100% 13 13 левел Бэтрайдер на 32 минуте казалось бы маловато но по артефактам все что необходимо у Тудио уже имеется есть еще и 3600 на руках для Бэтрайдера можно уже сейчас подумать о какой-то Шиве вообще пока игра пока игра затихла пока игра затихла 32 минуты давайте нет у нас драка ДТР врывается в толпу врагов ульта пошла от ДТР АХ на ЛОХП Чейн сгорит умирает у нас Бэтрайдер сразу же байбэк сюда и бежать поймали Бестмастера ну и 3-4-3 летит и сжигает всех вообще на своем пути ВР-ка сгорает ДТР единственный кто в данном файте выживает 4 в 1 разменялись заставили Бэтрайдера сделать байбэк но потеря 4-х героев по-моему это близко очень к потере например стороны какой-то летит сразу же вниз у нас Чейнс выкупается Бестмастер Солобис ничего Чейнсу не делает ВР-ка с байбэком никакого желания как я понимаю ВР-ке тратить деньги нет и сторону все равно потеряют там выкупится ВР-ка не выкупится сторону потеряют а умереть второй раз это потерять 2 или 3 стороны даже а вот теперь выкупается ВР-ка поиграл на нервах у нас в 1 крэш сразу же отправился на мидлейн ну и терять 2 стороны за какие-то копейки в виндрейнджер которые она может все-таки потратить это было бы действительно нерационально еще и за собой все тут сжигает у нас студи забирает крипов забирает фарм просто как золотая орда совершили набег забрали одну сторону и по дороге все что могли с собой унести унесли бэтрайдера 3000 по золоту после байбэка в принципе практически восстановил свой экономический баланс форстав есть у гоудота и полторы тысячи для бэйна можно задуматься об аганиме у тренд протектора ничего интересного у бэйна не у бэйна а у лишь широка появляется у нас сайт оф вайс ну по мани теперь вообще никаких проблем 2012 у нас монопоинтов и 2018 хелс поинтов для лишь рака еще и мана регент 41 в секунду ну круто запакованный лишь рак хорошо реализованный вообще пик у команды кэнси випс леший должен был нафармить на блатстоун но нафармил после блатстоуна он должен был подраться и набрать себе зарядов он это сделал бкб хекс ну и теперь теперь по фарму я так понимаю первое место да так и есть 19 700 у нас у лишь рака и 16 200 у тролль варлорда и только потом уже в тиф на третьем месте 14 800 заработала дроу рейнджер за все 35 минут кэнси випс забирает рошана инвейджин не подойдет у них нет ни возможности ни желания сюда подойти бист улетает на собственный фонтан но бистмастер ведет себя неадекватно просто просто неадекватно куда пошел зачем пошел кому это было нужно пошел видимо отпушить нижний лайн здесь уже приличная пачка крипов собралась и наверное только бисту это по плечу хотя все уже здесь все абсолютно роха упал команда кэнси випс должна им идти и разменивать аегис на еще одну сторону и можно даже пойти по топу избавиться наконец-то от этого мозолящего глаза тауэра внешнего чтобы при любой ошибке команды инвижен кэнси випс могли зайти и снести обе стороны оставшиеся так и есть кэнси випс в пятером отправляются на топ лейн тавер достаточно быстро будет падать тут даже батл транс можно и сэкономить нет не экономит у нас ничего вейдинг рэш в принципе 30 секунд откат плюс здесь будет откат диаболиков восстановится а можно и сейчас дойти до хайграунда пошли под бэтрайдера бэтрайдер вытаскивает у нас дроу рейнджер должны зацепить дровку овергроз пошел у нас от тренд протектора очень сильно горит у нас икс высвапнул дроу рейнджер WTIF под ливинг армором уходит отсюда чейнса должны забирать забирает у нас чейнса и что сразу же появляется вот так вот просто сколько там было зарядов лети в файт лети в файт бутсов тревел и на мид сразу же лишь рак вернулся в игру и практически бесполезным в нем кстати сыр был не увидел я в чем причина вообще была почему лишь рак не провязал сыр и не провязал БКБ это действительно вопрос у туди появляется геосептер и есть форстаф и есть блинк даггер еще и бутсов тревел для бэтрайдера проверил как работает скипитер не паленый ли ему подсунули но вроде рабочий чейнс выходит на лайн здесь в принципе с кабаном можно разобраться и идти дальше пушить можно зайти вообще и снести Т4 и не реагировать на две другие стороны хотя все Т2 снесены команда Кэтси Уипс уже попыталась кого-то вытащить с хэкграунда что-то получилось но были и фейлы потеряли лишь рака вот ему кому-кому а ему умирать вообще нет никакого смысла Туди пошел нас искать АДТР гем у него есть АДТР сзади за спиной чейнс ловит как же тяжело чейнс ловит гаст БКБ включает ну и все и разваливает его дровка дровки что ли криты нет здесь баттерфляй для Wтифа теперь ну это не лейта конечно лишь рак не серьезная лейта на тебе тролль вообще отвали тролль бежит дальше за Wтифом ТПА у Wтиф обманул всех кого только мог обмануть и улетает на собственный фонтан Кэнс потеряли Лешрака разменяли его на виндрэнджер но Лешрак в лейте не серьезный соперник тот же дроврэнджер 8 зарядов в Бладстоуне для чейнса я думаю он примерно понимает что его время постепенно подходит к концу потому как совсем другие ребята здесь уже решают все дроврэнджер выросла у нее всего предостаточно дэмэджа куча 235 плюс 214 кто это может вывести Голдот вряд ли это вывезет Тролл Варлорд тоже с 2000 хп 5 ударов от дроврэнджера и бежать уже придется в панике Баттл Транс провязали Чейнс пошел дальше гореть как я понимаю Лайтнинг Шторм пока не по кому где находится команда Инвейджин АДТР готов рываться есть Овергроус высвапывают у нас Чейнса никто за ним не бежит в это время Дабл Тифа забирает Лассо и пока что живет Дабл Тиф бежать отсюда БКБ Финс Гри по нему а кто будет дамажить вот в БКБ собственно дэмэджа никакого потому что дровка Блэк Кинг Бар провязала и все Вейдин Крэша тоже здесь зажали по моему Инвейджин эту игру вернут на место Чейнс байбэкнулся у нас и вернулся файт вот это хороший мув Инвейджин разваливается три байбэка сразу же по рецепту Чейнса Чейнс второй раз у нас умирает и Гоу Дота здесь забирает и еще Вейдин Крэш если бы подошел поближе его бы забрали 14-24 по итогу файта 3000 по золоту даже 4 отыгрывают Инвейджин 15-800 зарабатывают за один файт по экспириенсу ух вот это я понимаю а 9000 по экспе должны отыграть 23 где-то было ну и 15 даже еще графики не обновились жесть какая 40-ая минута у нас по-моему игра переворачивается Кенсу Випс поняли что что-то пошло не так и покупать троллю варлорду Бутсов Тревел Даггер и одну Мордип Маск вместе с БКБ это наверное не тот вариант там Дроу Рейнджер вообще у нас Ведин Крэша не ощущает WTF сейчас соберет себе криты и там с одного удара этот тролль варлорд будет отправляться вслед за Лешраком иллюзии пошли у нас разваливать Тауэр и это великолепно получается глиф провязали дровка иллюзиями спиливает казармы представляете миличный барак стоит пока рейнджевой барак спиливает просто иллюзиями 90 хп остается чейнс на крипов все вроде ужас для команды Кенсуэйп закончился линка там у кого появилось линка у Феникса 5 игроков команда инвейджен на хайграунде должны видеть должны знать как ворваться туда бэтрайдер где нигде высопнули у нас чейнса чейнс под бкб горит овергролз на него и втф только чейнса и видит сразу же сжирают лешрака лешрак у нас погибает втф по-моему он сейчас развернется и вейдинг крэшу пополам просто перекусит его финс грип пошел по по втфам ну и через лосо через финс грип дровку забрали байбэков как я понимаю дровки нет да еще 4 минуты 40 секунд не будет байбэка у лешрака 3 заряда в блатстоуне было 24 4 заряда минуты 4 наверное назад до 3 спускается леший становится мягко говоря бесполезным надо просто вовремя давать сайт оф вайс и понимать что ничего хорошего тебя в файте уже не ждет тебе пора умирать хотя вроде как кенси и отбились немножко здесь где-то графики может в свою сторону повернут по экспириенсу они потеряли 12 тысяч по золоту 1004 наверное по байбэкам видим что со стороны команды инвейджен есть байбэк у дроу рейнджер и все собственно все да так в риф у нас пошел от команды кенси вейпс овергролз провязала дтр сам стоит под найтмэром бейден крэш под бкб дальше за тренд протектором оставляют его в покое здесь есть вещи поприятнее сносят бараки на топ лейне остается только мид лейн повторяют тенденцию закрепляют ее и что-то у меня есть подозрение касательно финала не будет ли он точно по такому же сценарию расходиться но это конец в любом случае это уже даже не начало конца это скорее конец конца команды инвейджен и спортс падает третья линия дефать точнее мега крипов инвейджен и спортс не смогут дефать нечем надо суицидиться в бараке и плевать вообще на все диаболик от лишака все еще действует пульс снова включили барак один падает второй падает все бараки развалили wtf подфин с гриппом выталкивают ульта пошла от феникса и получится же получается ультануть у нас ну и все команда кенси випс сможет смело отходить бэтрайдер на лоу хп на топе забирают у нас бета выкупается врка и что делать собственно что делать по данной ситуации кто будет дефать мега крипов тренд протектор ой не думаю венжи фул спирит тоже абсолютно бесполезная дроу рейнджер ну по одному конечно да дровка у нас дико крутая но там же огромное стадо вот оно это стадо смотрим как дроу рейнджер сейчас будет смотреться у врки 2 200 на руках есть форстаф есть блинк даггер и есть огромные пачки мега крипов идущие на базу команды инвейшн и спортс пошли в ласт пуш я так понимаю ол ин все но тут действительно больше шансов не будет либо сейчас либо никогда пока не сожрут бараки пока не сожрут т4 и трон у нас мега крипы надо пытаться драться других вариантов просто нет все ульты готовы кенси випс должны защищать свой хайграунд а команда инвейшн должна врываться ну и в итоге врывается туди WTIF живет под БКБ переживает кое-как раскаст гаст пошел по двоим wedding crash ну куда же ты WTIF дерись стой wedding crash сыпется ой как сильно сыпется так убей его на голдота вцепились я не верю здесь крипы съели один т4 и второй т4 вот это да тролль варлорд у нас выкупается 1800 у него по хп ну как же тут больно трону все это финал это гг это конец собственно никак тут все nvx развалится за секунду сейчас вот здесь еще сносить и сносить надо идти т4 сносить потом сносить трон как-то этим крипам расскажешь что не честно вот же x что его надо убивать нет не надо убивать здесь x у ребят совершенно другие планы планы на себя но все прилетают сюда все у трона 90 хп машинка один раз машинка второй раз трон у нас развалится хотя еще дефают 7 хп с ощущением что бэтрайдер там с тавером у нас разобрался так и получилось поздравляем команду поздравляем команду кэнсэй випс вот они мои фавориты наши австралийские удивительные дотеры чудесо чудес творят у нас в азиатском дивизионе все делают классно все делают вкусно интересно и все у них получается ну и 100% не за оранжи там не за тим малайзия буду это пить в финале вы уж извините так что кэнсэй випс короче говоря небольшое но открытие данного турнира 100% все пока что небольшая пауза секунду я вам сейчас скажу что у нас там по времени у нас в 21.30 играет сегодня империя против асус про так вот короче говоря империя будет играть против асус про супер 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 вообще асус про асус полар вертус про асус про посмотрим сейчас секунду подождите не переключайтесь я сейчас всю информацию наведу по моему у нас тут отложили матч сейчас сейчас ладно вы пока не забывайте заходить в группу вконтакте подписываться и нажимайте фолло под твичом мне уже мозолит глаза эти 2 496 498 полнейший ужас давайте уже 2 500 там наберем чтобы как-то не стыдно было маме показать чем я занимаюсь да у нас там ESL1 асус полар против empire должен быть но есть по моему инфа что вроде бы отложили матч сейчас еще раз чекну все проверю да джоин дота говорит о том что отложили поэтому поэтому собственно матч переносится безвременно у нас ну что тогда тогда как я понимаю на сегодня это все заканчиваем нашу трансляцию жаль очень жаль асус полар против empire весьма интересно было бы посмотреть ладно посмотрим в другой раз такие матчи мы не пропускаем еще и финал там верхней сетки короче говоря самое крутое что могло быть вообще в европейском дивизионе ладно никуда этот матч от нас не убежит все тогда ребят услышимся завтра спасибо всем что были здесь не забывайте нажать на фоллоу я вас прошу лично по людски на отвече и услышимся уже завтра спасибо что были весь этот день со мной меньше играйте в доту больше читайте книг это студия игрокам тв и ваш друг до связи не знаю не знаю пока Субтитры создавал DimaTorzok